так мы короче едем на студию у нас там один проект сейчас будем монтировать все может быть покажу кусочек а вчера мы кстати были на примере фильма не забыли спросить про бюджеты бро расскажешь про бюджеты ты с валерой вчера вроде разговаривал фильмы садись тебя на плохо слышно садись садись сейчас про бюджет и сколько стоит снять документальный фильм вот допустим как валера снял и потому что мы вчера задавали вопросы но вот этот вопрос задать забыли да не зарабатывает какие бюджеты на фильмы бюджет не знаешь да да но я знаю ты точно должен знать как зарабатывать на кино тогда почему не знаю почему-то кажется короче на самом деле для того чтобы снять документальный фильм может хватить 100 тысяч рублей вчера мы с валерой разговаривали и валера сказал четко бюджет моего документального фильма 100 тысяч рублей это из-за этих на 100 тысяч он потратил на дорогу больше наверное чем на все остальное а это я на мне пристегнуть только ты сильно и вот сейчас не делай глупости потом и стаканчик перевернется стаканчики можно поставить так так ну тут же еще вопросик знаешь в чем откатов кому самом себе типа на этом еще четко заработал нет снялся за свои деньги бюджета еще нет данном случае как бы все точно было четко сто процентов тем более он снимал за свои деньги а вот иногда бывает что некоторые недобросовестные продюсеры режиссеры чтобы купить светом нормальную машину они собственно неправильно распределяет бюджет не показывать не совсем те цифры вот так работает хорошо конкретный вопрос конкретный вопрос 1 какой бюджет у валеры на съемки клип 100 тысяч ты сказал он потратил вот на этот фильм второй вопрос на чем выгоднее зарабатывать но типа больше можно зарабатывать или легче зарабатывать на документальном кино или на художественном конечно документальный в кино в россии никому по сути не нужно ну то есть на документалке вообще не заработать практически тогда в чем смысл съемки вообще документального кино это такой культурный пласт людей которые хотят высказаться ты знаешь по фану скажем так ребята делают вот можно попробовать там заработать на фестивальном кино ну короче на самом деле прям каких-то там супер денег на документальном кино в россии ты не увидишь но при этом очень круто оцениваются режиссеры документалисты в европе и в сложнейших профессии вот это режиссер документалист фильм может снимать годами десятилетиями как фауст описал писал там до 40 лет практически вот так же снимать могут и документальный фильм это нужно не выгореть художественный фильм это в основном все большей степени да понятно что это высказывание культурной истории он направлен на то чтобы зарабатывать деньги в целом и художественный фильм это такая прям совсем развлекаловка там нужно меньше думать идем типа такой приз тебя уже это психологический сценарист присоединяет герою если не все круто получается и все тема пошла это ну такая развлекаловка люди для за развлечения готовы платить больше нежели за то чтобы там подумать может просто у нас развита это направление настолько чтобы люди готовы были платить закон документально не знаю слушай я не вдавался кстати в подробности почему документальное кино в россии не особо востребовано вроде да там хотят это все делал поднимать вот там кинопоиск директор кинопоиска продюсер он это да он там вообще фанат документальных фильмов и в целом на кинопоиске они появляются много где дата появляются документальные фильмы ну блин денег там нет там просмотров мало люди не смотрят люди не хотят это 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 знаешь это как тяжелая классическая литература это вот одно дело прочитать пост телеграме а другое дело там прочитать какую-нибудь статью из энциклопедии сколько людей будет это то же самое с документальный фильм понятно что документальный фильм тоже можно сделать очень там интересным таким как как экшен да определенный вот кстати как экшен ты сделал с ним как экшен с утра вот девиации девиации которые мы снимали с ним готовим вот он да такое вот прям провокационный экшен короче чем как экшен смотри вопрос а подожди стой секунду ну вот например если взять такие документальные фильмы как политические всякие там политические просто где политика там все равно часто такое ближе к заказнику ну да есть там режиссеры которые под страхом смерти грубо говоря даже вплоть до смерти до серьезных рисков для себя для семейной жизни они прям снимают такое чисто правду но это не совсем про кино это больше такая вот журналистская тема это уже больше журналистика и вот когда-то многие смотрят на youtube и здоровые там выпуски и всякие документальные фильмы типа осняты всякими блогерами это вроде бы документальное кино но в то же время это журналистика и там кинематографичность как будто бы отходит на какой-то уже там задний план там уже не киноязык там там вот именно журналистика такие фильмы смотрят но особенно на youtube а вот чтобы прийти на в кинотеатр на документальный фильм ну вот скажи мне за свою жизнь сколько документальных фильмов ты посмотрел кинотеатр для одного ну вот мы допустим разместим это видео на youtube ребята кто из вас сколько раз посмотрел за всю свою жизнь документальных фильмов в кинотеатре и потому что именно театре ты можешь заработать на кино давай первый вопрос кинотеатре второй вопрос вообще в принципе может быть кто-то смотрит документальное кино но дома там где-то там на компе замечательный как-то на этом заработаешь да за это заплатила тебе стриминговая платформа основной кэш ты все равно получаешь именно с проката а почему бы блогерам не договориться как-то я не знаю чтобы какие-то их крутые выпуски прикольные продавали также в кино то есть эксклюзивно не вконтакте выходит какой-то у тебя выпуск классный а выходит эксклюзивно в сети кинотеатров и люди смотрят 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 блогера в интернете и потом у них уходит выпуск и он говорит а этот выпуск у меня будет эксклюзивно в сети кинотеатров билеты продаются и вот там целую неделю будет выпуск там груди это можно предложить но опять же прикинь как круто было возможно это же примерно то же самое было происходит но сейчас так как в кинотеатрах особо смотреть нечего и там анонсируют впервые в кинотеатре мультик ежик в тумане смотреть то в принципе сейчас есть такой шанс для того чтобы продвинуть документальное кино в кинотеатрах да но мне кажется продюсерам это не особо интересно вот знаешь продюсерам чего нет я про ютуберов говорю чтобы сейчас ютуберы могли монетизировать и youtube и как-то через рекламу а монетизировать процент с билетов с продажи билетов отдельно ютуберы не зайдут в эту историю это нужны программы это целая история с прокатом с прокатами удостоверениями это правовых аспектов миллион то есть на ютубе чтобы выложить тебе выпуск тебе не нужно знаешь там супер короче права вот это вот все заморачиваться а вот когда ты выпускаешь фильм на стриминге или ты выпускаешь кино в кинотеатре у тебя у каждого обязательно должен быть договор и все договор на музыку да то есть лицензионная музыка все-все-все-все все-все-все-все-все варенчики чеки 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 да и чему вон этот дима гордеев кинотеатре свой выпуск показывал круто вот это круто это хороший прецедент я считаю что это несколько раз он собирал уже сход мог как много таких дмитриев гордеевых но я видел что помните на один раз сделал если не ошибаюсь и и гордеевых два или три раздел да это все это пока такие ты знаешь неуверенные шаги частные случаи спасибо